всем привет с вами мэтт в этом видео я расскажу вам как прокачать быстро ваш steam профиль да я уже делал на эту тему видео ролик но с тех пор прошло очень много времени а за это время появилась куча разных фич что помогут вам прокачать ваш steam профиль еще дешевле и быстрее ну а прежде чем мы начнем не забудь подписаться на этот канал и прожать кнопку лайк спасибо тебе для прокачки steam профиля вы можете первое закупать карты сами второе просить их у друзей третье выбивать их из игр играя в сами игры 4 обменивать у ботов ключи кристаллы на сеты карт и 5 покупать игры на распродаже и прокачивать монетку распродажи и так первый пункт закупаем карты сами пожалуй это самый невыгодный вариант покупки сетов карт конечно если у вас есть лишние копейки в стиме и вы собрали почти весь сет то можно воспользоваться этим вариантом и тут сразу мы переходим ко второму варианту можем спросить эти карточки как у друзей так и закупить их на маркете например если вам не хватает одну или две карты для целого сета для того чтобы прокачать монетку или данную игру то вы можете просто спросить у друга конечно если это ваш близкий друг то он конечно же вам поможет даст вам эту карточку если же нет то скорее всего вам лучше ее купить на самом маркете за копейки ну и переходим к третьему варианту выпивать карточки из игр в 2021 году это стало делать намного легче и проще чем ранее ибо например на сайте github появились офигенные программки для сбора карт в играх эти программки безопасны если вы их берете из правильных скажем так источников то есть гитхаб это довольно таки проверенная платформа куда программисты заливает свои какие-то определенные проекты и например кооперируется с другими программистами и делают что-то годное вместе вот один из таких вариантов это программка для сбора карточек в играх данный вариант считается безопасным и никак не навредит вашему вак статусу и уж точно у вас не украдут аккаунт так что не стоит беспокоиться здесь все очень просто скачиваем программу с гитхаба именно с гитхаба не откуда-то сливака ссылка будет в описании далее распаковываем и заходим в программу предварительно убедитесь в том что ваш стим включен далее кликаем на экзешник и авторизируемся в этой программе далее программа сама начнет собирать для вас все карточки но не собранные карточки из игр но здесь есть один момент который лично для меня например очень важен то есть я ставлю запреты на определенные игры в основном это онлайн игры где используется вак защита то есть например я играю в кс го и если же я буду например собирать карточки и в этот момент зайду еще в кс го начну играть на сервере то первая тема которая мне высветится это то что я не могу играть на официальных серверах потому что выполнен незащищенный вход в кс го далее есть конечно же страх что вас могут забанить именно дать вак то есть вак может расценить данную программу как чит что маловероятно и в третьих это то что если у вас дорогие винтари на всякий случай все таки вы избежим и занесем данные игры именно онлайн игры в черный список чтобы данная программа не собирала ни одной карточки из этих игр даже если есть такая возможность рано или поздно вы все равно выбьете эту карточку играю в эту игру для того чтобы занести игру в черный список заходим в настройки и здесь нужно будет добавить в черный список определенные игры для того чтобы узнать айди игры я делаю просто например создаю на рабочем столе значок игры захожу в свойства и здесь я вижу айди данной игры то есть у кс го айди 730 данный номерок я записываю в эту программку соответственно при сборе карт кс го не будет никак открываться через эту программку ну а теперь просто запускаем саму вот эту программку и ждем некое время через которое вам будут падать эти самые карточки насколько это все безопасно сама программа говорит о том что нельзя параллельно играть на серверах действовать защита то есть какой-то мере если вы будете например собирать карты с помощью этой программы играть в кс го то возможно вам прилетит ваг что маловероятно скорее вы просто не сможете подсоединиться на сам сервер поэтому давайте не будем вообще никак рисковать просто добавим определенные игры в черный список чтобы они вообще никак не открывались через эту программку после всех вот этих действий после того как вы соберете все карточки я рекомендую вам единственное что сделать это поменять например код детского замка это единственное что я сделал после использования данной программы потому что по сути в мой аккаунт очень тяжело будет зайти также мы проверим такой момент что не создалось ли не какой-нибудь api то есть если мы сейчас проверим мой steam аккаунт и создана api то это значит что кто-то удаленно может что-то делать на моем steam аккаунте соответственно мы эти api все проверяем если ничего нету соответственно дальнейшее использование моего steam аккаунта безопасно и никто не сможет зайти в него без моего ведома так ну и четвертый пункт это у нас обменивать у ботов ключи кристаллы на сет и карт этот метод считается самым быстрым но и здесь есть свои подводные камни сам трейдинг через ботов безопасен поэтому в этом нет ничего криминального единственное что ценники на обмен могут варьироваться то есть есть вариант подешевле есть вариант подороже вы смотрите с вами уже по своим финансам и ищите соответственного бота но искать самих ботов можно на сайте steam сапли здесь вы найдете разных ботов для обмена ключей на карты цены могут варьироваться соответственно фильтруйте и берите самых выгодных потому что нет смысла и нет разницы вообще в этих ботах то есть вам цель прокачать как можно дешевле ваш steam профит соответственно берете самые выгодные сделки добавляете ботов друзья по определенной команде например запрашиваете у него столько-то сетов он вам кидает трейд где обменивает ваш ключ на свои карточки в эту информацию все проверяете если все устраивает принимаете трейд вот так легко это все и проходит поэтому не поленитесь и попробуйте найти себе самый выгодный вариант для обмена где брать вообще ключи сайт где я беру ключи называется бит skins не уверен что жители снг смогут там покупать ибо сайт имел очень большую комиссию при переводе с таких платформ как киви в обмане и так далее я использую paypal и при вносе денег на платформу комиссия не очень большая к сожалению я не знаю проверенных и дешевых сайтов с ключами для снг населения поэтому если у вас есть paypal то смело берите сбит skins там реально хорошие цены и нет это не реклама ребят это не реклама так что не реклама ну и переходим к пятому варианту это покупка игр на распродажах и прокачка монетки соответственно все вы знаете что во время steam распродаж можно нехило набрать разных игр по хорошим ценам а это значит что вы также сможете забрать из этих игр карты также за каждую купленную игру вам будут начисляться steam очки на них вы сможете прокачать монетку распродажи особенно эта тема актуальна в новогодние распродажи но в принципе вот и все есть вот такие пять вариантов как прокачать ваш steam аккаунт если это видео вам понравилось обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал буду очень рад если есть вопросы по данным темам задавайте в комментариях всем отвечаю ребята ну что всем пока пока